Привет, бойцы! С вами снова я, Варченко Виталий. Я продолжаю свои видео-уроки. Правда, сегодня будет не столько видео-урок, сколько видео-обзоры на бесконтактников, супер-мастеров каратэ и супер-секретных стилей. В общем, всех тех, кто придумал свое, чтобы срубить бабло. Это очередное видео из рубрики «Крепкий орешек», но сегодня я пройдусь по другим залам, так сказать, в виртуальном формате. Так как, честно говоря, посещать такие залы вживую особо желания нету, хотя, в принципе, ради интереса, так сказать, попробовать на собственном опыте, что это такое, действительно ли это работает, конечно, было бы интересно. Но, к сожалению, я не знаю в своем городе таких залов и в ближайших городах тоже. План нашего видео будет таким. Сначала я тебе покажу супер-мастеров бесконтактного боя, потом покажу великих каратистов, а потом, напоследок, покажу, как это все работает в реальных боях. Будет очень интересно. Самое первое и самое популярное, которое, наверное, есть и интересует многих, это бесконтактные бои. Бесконтактные бои пришли к нам все-таки, наверное, из Японии, из того самого Айкидо. Как это было и как это есть, сейчас посмотрим. После долгих поисков нам удалось найти мастера, который не стал говорить о секретах и совершенно открыто поделился своим пониманием бесконтактного боя. Это Алексей Мухин, третий дан Айкидо. Он показывает удивительные способности, но утверждает, что ничего чудесного в этом нет. Вот такие фокусы показывают мастера Айкидо. И, конечно же, в Японии, в Китае, еще с древних времен, есть такая идеология, для того, чтобы учитель жил хорошо, у него должно быть тысячи учеников. И, наверное, оттуда это все пошло. Но наши побратимы, умельцы из простора в СНГ это все сделали более коммерциализировано, скажем так, и более продвинуто для себя. И придумали такие системы, о которых даже японцы не подозревали. И вот один из таких мастеров Таров. Бесконтактный бой или техника дистанционного масла манипулирования движением оппонента на расстоянии. Многих людей интересует вопрос, реально ли управлять человеком на расстоянии. Бой без контакта с противником, когда тело оппонента находится в невидимом взгляду вихре. Эта мощная сила по спирали вкручивает вашего оппонента в водоворот, заставляя выполнять невероятные по сложности движения, вплоть до резкого падения, напоминающего результат контактного броска или удара. В общем, насколько я понял, как ты видишь, это всё так реально и очень жёстко. Но для себя я сделал вывод, что хороший бесконтактник – это прежде всего человек, который умеет хорошо ездить по ушам и рассказывать про нереальные энергетические завирюхи и вихри энергетических потоков с диссадансным волновым ударом от правого мизинца на левой ноге. И таких мастеров подрассказать очень много. Останавливаете, смотрите, и вот возникает штанга, да? Вот. И вот здесь вот где-то потянули. Да, где-то потянули. То есть выбили нижний шар, выбили нижний шар, шар ушёл, и здесь возникла штанга, чтобы его раскоординировать. Да, вот тут как-то схватиться, не всегда человека получается, потому что он жену. Да, поэтому что? Я бью по нижнему шару, вот теперь штангу на себя, и он всё отлично пошёл. Нижний шар прочь-то держит штангу. Понимаете? Поэтому вывести человека сложно, он же ноги у него, это... А вот таким вот способом простым. Раз, и вот штангу потянул за собой. И вот он нас перед тобой. Видите? Это вот энергетический бесконтакт, то есть выведение из равновесия. То есть сейчас это было что? Резонансный удар ногой в шар. Как бы я почувствовал, что резонансная волна началась вот здесь, и как бы вылетела в шар. Выбила его по мячу. А потом энергетическим бесконтактом его доработал. Это был Олег Мальцев. Действительно мастер резонансного удара и бесконтактных доработок энергетических. Он настолько крутой, как ты видел в видео, что даже не выпускает из рук сигарету. То есть это супер мастер. Держа в одной руке сигарету, второй он может валить десятки людей на расстоянии. Ну, один из супер популяризаторов этого направления, это, конечно, Рябко, который из России, можно сказать, уехал и пошел вносить свой старорусский, древнерусский, мега-тему-систему по всему миру. Вот это ударно. Вот это ударно. Ну, правильно или нет? Хочешь, не будь? Правильно? От бедра. Так? Вот. И так рука. В момент. Да. Старик. Найки, так. Вот. Там человек, да? О! Ой! Да, тут даже не успеваешься. Развитие вообще. Да. Обуверенные движения, понимаешь? Ну, да. Акстрастно. Честно говоря, я, правда, не понял, как можно сравнивать удар молотком по гвоздю с ударом руки человека. Для меня это сверх понятие. Ну, конечно, я не настолько продвинутый мастер, как эти ребята. И, что я заметил у Рябко, весь секрет его учеников и его самого, это 150 килограмм отборного сала. И за счет, наверное, этой жировой прослойки он может держать любой удар. И его ученики тоже. Так что для себя я задумался по поводу того, что такое на самом деле хорошая форма. Может, она и дает эту всю силу без контакта. Серьезный парень. В общем, хоть с палкой, хоть без палки он завалит любого. Надо задуматься перед тем, как такому человеку подходить в гопоте и просить закурить. Ну и, конечно, я бы сказал, один из супер продвинутых без контактников и вообще популяризаторов этих всех старорусских, мега-русских, супер-старых школ, мега-внутренних систем энергетической проработки и убийства человека на расстоянии. Это Шевцов. Такой интересный и знаменитый парень, о котором мы сейчас посмотрим видео. Многовато вас надевать, вы, если что, товарищи поддерживаете. Ну что, готовы? Удар уже был. Теперь пусти группу-то. А что было сейчас? То, что будет с ним на гуляниях. Мне понравилось, когда он в бесконтактных стилях на расстоянии полуударом валит людей, а вживую бьет какого-то задрота очкарика со всей силы, а тот, кроме удивления, ничего не чувствует. Но это говорит, конечно, о великой силе и мощи этого бойца. Ну, посмотрим дальше. Мы с тобой спокойно чуть-чуть позабегаемся. И вот, он надел перчатки. Я был в шоке. Я реально ждал сейчас чего-то невероятного. Может, он действительно мастер, так как стойка у него реального бойца. Теперь давно читает. Я даже не плывал в самочках. Не выразно. А не удары, попробуем с тобой. Поработаем. Завел, а я тоже сложно читаю. Не, я с ним, конечно, отобьюсь просто на бойцовских качествах. Самое малое, что дает нахар, это возможность на миг затормозить противника. Я с ним, я с ним, я с ним, я с ним просто отобьюсь на бойцовских качествах. Вы слышали эту фразу и видели эти бойцовские качества? Мне нравится система Шевцова в том, что она идет еще из древних китайских времен, в которых авторитет мастера не ставился под сомнение вообще. То есть, если это учитель, то ученику было не позволено даже думать о мысли о том, что он может победить учителя или превзойти его. То есть, ученики изначально, идя учиться у учителя, даже не помышляли о том, чтобы достичь мастерства такого, как учитель. Это действительно было раньше в Китае, когда все эти направления кунг-фу развивались. У нас же на просторах СНГ развивают направления под лозунгами патриотизма и старорусской школы. То, что делают все эти мегафайтеры. Пис ломал людям праздник. Вы что, заметьте, он мне пуст... Каждый раз, когда я его пью, увидите. Я гляжу на него, у меня вспышка. Не ярость, а даже ненависть. Я его пью в ненависть. А девушки все эти взяли толпу за трещу. Все это дурак, что ли, за трещу. Девушки знают, что когда она взорвалась, то пощечину ей мама может, или кто-нибудь еще. Почему я вообще-то на лозунг? Ой! Что, тварь, пушик есть? Сука! Сука, видите? Ну и, конечно, те, кто не понимают, что такое бесконтакт и не хотят падать, можно просто взять палку и отметелить их по полной, как это делает товарищ Шевцов. Ну и таких, на самом деле, товарищей очень-очень много. О всех рассказывать не буду. Это самые яркие. Ну и, конечно, как же нам не затронуть тему карате. На самом деле, я к карате отношусь очень-очень хорошо, к его настоящим направлениям, жестким. Таким, как Юкушинкай карате, Шатакан карате, Гадзюрю карате, его жесткие направления, боевые. Но, как это везде бывает, на хороший прикладной стиль всегда приходится пару стилей из кино. Можно это назвать так. Ну вот, например, федерация нью-йоркского карате, от которой я просто был в восторге. И заметьте, это были два черных пояса. Один из них супер-сенсей-мастер, это дядя с сединой, а второй это черный пояс, который встал вчера из-за компьютера, у которого сколиоз и очки, и не может наверняка отжаться и 20 раз. Ну, неважно. Главное, что они хорошо махают ногами и настолько крутые, что даже не могут друг по другу попасть. Даже мастер не может попасть по своему юному ученику. Ну, а сейчас мы посмотрим коллективную ката. То, что в карате, так сказать, на первом месте и то, что делается с юных лет и до глубокой старости. АПЛОДИСМЕНТЫ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, что это стадо черных поясов, черных поясов, двигается не в попад и похоже на дерганье американских тюленей, у которых ноги выше пояса не поднимаются. Это, конечно, здорово. Я думал, кто же их этому научил? И тут меня осенило, когда я видел этот ролик и понял, что их учитель был наш, русский, оказывается, пацан. Вот сами посмотрите, убедитесь. Сказать, что делать, если на вас напали копыки? Ну, сначала нужно понять, сколько их, спортсмены ли они, и каким обладают уровнем физической боевой подготовки. Допустим, вы определили, да? Двое занимаются спортом, один не занимается худой, другие такие фонники. Так что, что мы делаем? Бежать не надо. Надо защищаться. Так, к вам подходит один мужик, да? Вы встаете так в защиту, к вам идет так вот удар. Например, он вас хочет ударить в грудь, да? И вот так, хоп. И так вот удар пролезает мимо. И потом, он не успеет это осознать, и мы ему так вот, на, между ног. На, на, так. Еще раз. Так вот. На. Или еще можно так вот. Отойдите так. Зарядите ему. Так, он, допустим, упал у вас, ну или ему стало очень больно. Берюсь так вот. На. Так, на вас подходит еще двое, да? Так, один вас ударяет, вот уклоняйтесь. Этот падает, допустим. Этот не падает. Ну, это вот так. На. Вот и все. А, допустим, к вам подходит еще один. Вы вот так вот берете, так вот берете, кстати, так, топ. Так вот обхатываете его, и за шею, или за спиной. Так вот. И через спину так. Все. Действительно, этот пацан знает толк самообороне и в карате. Он наверняка ездил в Нью-Йорк неоднократно, учил дедушек, как надо защищаться и как выполнять все эти удары. Причем они у него не отличаются от тех, которые мы видели в Нью-Йоркской школе карате. А теперь я покажу тебе очень секретное видео. Просто засекреченное столетиями. Сейчас ты увидишь древнекорейский стиль змеи-орла. Его знают единицы на всей земле. Только великие воины, прошедшие тайное посвящение, могут изучать этот стиль. Работать. Имитировать больше движения животным. А в данном случае, орла и змеи. Мунчаки из бутылок от йогуртов чудо. Это древнекитайское оружие, которое проверило себя на полях смертельных сражений. Еще древние монахи Шаолинь делали себе такие нунчаки из пустых бутылочек, чтобы выносить врагов сотням. Как ты видишь, этот стиль. Это стиль далеко не для каждого. Но у этого мастера уже нашлись собутыльники. Ой, ученики. Которые последуют по его стопам. Ну, как ты понял, наверное, в этом стиле. Главное, серьезная физиономия. И все движения показывать глазами и эмоцией. Будет имитировать больше движения животным. В данном случае, орла и змеи. Ну, а теперь, так сказать, шутки в сторону. Сейчас я тебе покажу несколько видео реальных боев. Где великие мастера, которые избивают своих учеников. А, как мы знаем, это одно дело. Выходят в ринг с людьми, которые не являются их учениками. И не готовы поддаваться им. Итак, уже известный нам старов. Итак, это Бату Хасиков. Чемпион мира по боксингу. Который игрался с майком Замбидисом. Железным майком. И против него уже известный нам старов. Мастер бесконтактного боя. Тренер спецназа. ГРУ, МВД, УСБ, ФСБ. И всех, кого можно. И они сошлись в ринге. ГРУ, МВД, УСБ. ГРУ, МВД. Отлично, Вадим, Вадим, отлично, нормально. Все, друзья. Второй молодец. Отбегал целую минуту. Ну, то, что он ни разу не попытался даже ударить. И его главной задачей было пробегать. Это уже хорошо. Ну, и Хасиков, конечно, за минуту пару раз только приложился. Ну, как вы сами все поняли, конечно. Чем бы это все закончилось, если бой бы был полноценным. Ну, а теперь одно из интересных видео, где дзюдоист, простой дядька, пришел в зал великих мастеров Айкидо. ГРУ, МВД, УСБ. Даже не переодеваясь в джинсах и футболке, Прикладной дзюдоист показал черному поясу двадцатому дану, что падать он не собирается сам. Ну, а это старое видео, где классный каратист с хорошими криками вышел против боксера. Раз, два, три. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Четыре. Главное, крючать. И все будет четко. Это дает не только силу удара, но и устрашение. Правда, для ребят, которые занимаются реальными единоборствами, такие звуки не сильно эффективны. ну а теперь одно из легендарных видео где величайший мастер дедушка без контакта я не пойму почему решил выйти против прикладного бойца а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все трагично и безнадежно закончилось для величайшего мастера бесконтактного боя. Хотя это даже не наши страны, это Япония, но там тоже решили поверить и проверить, настоящее ли это искусство. Ну и напоследок заключительное видео, которое я прокомментирую. Вот сидит Полиенко, прикладной ударник, мастер спорта по кикбоксингу, а напротив него сидит мастер бесконтактного боя. И он просит его показать, что будет, если вот я решу ударить. Как видите, Полиенко удар остановил, но бесконтактник дал ему пару пощечин. Хотя это не бесконтактный бой. И это разозлило мастера спорта по кикбоксингу. Вот так все трагично заканчивается. Если ты тренируешься только на учениках и не пытаешься испытать свое искусство в реальном поединке или спарринге. Но все-таки, если это все существует, значит это кому-то нужно. Вот у меня тоже часто и много спрашивают, а какие травмы я получу, если начну заниматься муай-тай. А это же, наверное, больно. И много родителей, наверное, думают, что для детей очень опасно ходить на боксе муай-тай. Лучше отдам ему к такому вот мастеру бесконтактного боя, и мой ребенок будет мега-мастером через 20 лет. Ну, конечно, чаще всего к таким мастерам идут ребята, которых можно назвать компьютерными задротами. Которые не хотят физических нагрузок, которые хотят прийти, поклониться три раза мастеру, через прикосновение получить мега-силу и пойти домой великими мастерами. Ну, такого не бывает. В принципе, если это есть, значит это кому-нибудь да нужно. Подписывайся на канал, ставь лайк, делись этим видео с друзьями, занимайся реальными единоборствами, такими как бокс, ММА, ну и, конечно, тайский бокс. В конце этого видео и под этим видео забирай реально работающие системы уличной самообороны, стиле муай-тай и видеокурсы по тайскому боксу. Которые однозначно тебе помогут победить таких мастеров, которых ты видел сегодня. Удачи в тренировках! Субтитры сделал DimaTorzok